Слава Иисусу Христу! Благодарю, что Господь здесь, как и Он обещал, Он на этом месте. Аминь! Передаю Вам привет от нашей церкви из Минска, церкви Гефсимани, от Николая Михайловича, Стасилевича нашего пастора. Знаете, вот за 17 лет служения, в принципе, есть, что рассказать, есть, чем поделиться, но когда, вот, бывает, говорят, Саша, расскажи свидетельство. Знаете, я свидетельствую, что Бог есть, что Он живой, что Он исцеляет, что Он спасает. Я благодарю Бога, что Он всемогущий, и в нашей жизни Он всемогущий. Вопрос только один – всемогущий ли Бог в моей личной жизни? Это очень важно, правда? Потому что, когда Бог совершает чудеса в других жизнях, даже если это по твоей молитве, это как будто, ну, это хорошо, это тебя вдохновляет, но вот ты столкнулся сам, лишь лично с какой-то проблемой, ты столкнулся сам с какой-то, может быть, болезнью серьезной, и вот тут вот важно – всемогущий ли Бог в твоей личной жизни? И есть какие-то переживания за прошлый год, очень интересно проходит жизнь. Я сегодня как-то общался с братом, и мы уже знакомы с одним 8 лет, с другим – вот тут в Америке – с другим уже знакомы 10 лет. Так интересно, так быстро летит, вот время в моей жизни летит очень и очень быстро. Не могу сказать, как я к этому отношусь, просто вот в этом году будет 53 года, в этом году уже будет 18 лет, как я занимаюсь только служением. И прошлый год просто промелькнул, очень много интересных переживаний, две вещи, которые я хотел бы поделиться. Вот начну с последней. В конце ноября, в начале декабря вот эта часть, я, знаете, с братом одним были мы на Кубе. Ну, сейчас как-то, я знаю, несколько церквей, вот, и с Америки тоже ездят в эту страну, но мы были на другом конце, не в Гаване, а в Сантьяго, де Кубе. Огромный остров, 1250 километров в длину, население больше, чем в Беларуси, 10 чем-то миллионов. Очень было печально, с одной стороны, увидеть еще одно подтверждение, что марксизм, ленизм и подобные все вещи никогда и нигде в истории не приносили ничего хорошего. Никогда, нигде, никому. То есть все это неравенство, небратство, несвобода, ничего там нету. Единственное, что приехал в Белоруссию и порадовался, что, знаете, слава Богу за Белоруссию, в Белоруссии можно молоко кушать каждый день. И в Кубе три стакана молока на месяц выделяют по определенной невысокой цене, все остальное очень дорого. Для них при их зарплате 20 долларов в месяц, и цены почти такие же, как у нас. Все вот это вот, и никакого в аптеках ничего нету, даже йода нету, ни витамина С, ни ибупрофена, какие-то настойки. От всех болезней неповерен, наверное, там получают. Что меня коснулось очень сильно, мы с ним встречались, меня пригласили как поющий евангелист, то есть проводили там небольшие концерты среди русскоязычных как раз, в основном это женщины. Вы знаете, смотришь на судьбы этих, на самом деле, очень умных людей, потому что они все с высшим образованием, университеты, институты. Они когда-то учились в Советском Союзе, еще там чуть позже они учились с этими кубинцами, те приезжали в Москву, в другие города, в Петербург, в Екатеринбург, они там учились. И вот кто-то влюбился, вот эта девушка, наверное, молодая была, сейчас они все больше, около 60, там есть, может, младше, но в основном 50-60 лет и больше, и даже больше. И вот эти люди, они, если бы они только остались в Советском Союзе, даже в тех всех условиях, они все равно жили бы намного лучше, чем живут сейчас. Они имели бы совершенно другое медицинское обслуживание, они имели все по-другому. Но сегодня они находятся в этих обстоятельствах, знаете почему? Потому что они решили свою судьбу. И как печально видеть людей сейчас, вот эти мои 53 года, я вижу, как люди, даже, послушайте, эти верующие, решают свою судьбу, вот по любви вроде великой, строят какие-то планы в своей жизни без откровения от Бога. И это страшно. Назад пути нету. Назад время не возвращается. Эти разрушенные семьи, эти одинокие судьбы, 99% и 99 десятых разведенные, одинокие женщины. И это было настолько вот для меня важно. Я просто приехал в свою церковь, я кричал, молодежи, послушайте, никогда без откровения Божьего не стройте свои семьи. Вы не вернетесь в обратное состояние. У вас не будет больше никогда шансов построить нормальную, здоровую, счастливую христианскую семью, если вы не сделаете по слову Божьему и по Божьему откровению. По-другому оно не строится, это счастье. Когда начинаешь вникать в жизнь этих женщин, это можно просто слышать и вместе плакать. Просто каждая судьба горя, каждая судьба несчастья. Это первое, что меня там коснулось. Вот они все очень умные, они записывают, мы проводили семинары, там служение ведут женщины, и там женщины в основном. Есть мужчины, кубинцы, несколько-несколько, одно только встретил замужем за пастором, то есть один из кубинцев там уверовал, и вот сейчас он пастор в маленькой церкви, мы тоже там были, она русскоязычная, он тоже по-русски говорит. Но интересно, эта страна очень бедная, несчастная. И я, когда заезжаешь туда и понимаешь, что, может быть, я сейчас смотрю на них, как в свое время американцы какие-нибудь приезжали к нам в Белоруссию, проповедовали. И вот смотришь и думаешь, в общем-то очень кажется, что люди приходят на собрание, чтобы получить какую-нибудь материальную помощь. И как хочется, чтобы мы-то помощи не можем всех этих людей или накормить, или обеспечить. И хочется, чтобы они все-таки уцепили за Господа. Не материальное что-то взяли из нашего общения, а взяли духовное. Потому что есть только Бог, который может личную судьбу поднять, изменить и обеспечить, и накормить. И только Он это способен сделать в полноте. И как хочется вот этим людям, которые правда в нужде, но все-таки донести. И ясно, что мы не можем, нет у меня в сердце проповедовать, что там ситуация быстро изменится, что поменяется экономически, что политически. Молитесь, у вас будет христианское правительство. Я, ну, у меня не было этого на сердце, и не знаю, что там вообще будет. Я понимаю, что есть какой-то центр Евангелия. Главный центр Евангелия, он не стоит и не может находиться в том, что Бог будет менять материальную жизнь человека. Это совершенно не обязательно, что в жизни будут лучше, легче, счастливее и так далее. Есть гораздо больше сердцевина Евангелия, что наше будущее на небе. Вот это сердцевина Евангелия. Здесь есть жизнь, есть страдания, есть трудности. Иногда нужно их принять, как от Бога. Иногда нужно, вопреки даже мнению людей, вопреки какому-то своему внутреннему комфорту, проходить эти трудности благодаря Богу. Терпя, смиряясь, все это в послушании Господу, не так, как люди, может быть, без стонов, совершенно по-другому, глядя на эти скорби, перенося те же скорби. Но, зная, что наступит время, когда не будет ни плача, ни скорби, ни вопля, и к этому мы стремимся, об этом проповедуем. И в первую очередь, именно для этого, пришел на землю Иисус Христос. Аминь. Вот это первое. Второе. Знаете, что я хочу поделиться с вами Божьим словом. Я не знаю, по-разному каждый человек чувствует, зачем он приходит и приезжает в гости в Америку. По-разному каждый человек чувствует, зачем он приходит на собрание, зачем он слушает проповедь. Правда? Как у меня в свое время, когда я первый раз в Америку приехал, мне сказали, Саша, не угнетай людей, не надо никого там обличать, ничего не... Вот утешь. Утешь, расскажи что-нибудь хорошее, что люди заулыбались. Вот если ты им не понравишься, ну, зря ты туда поехал. Я, например, совершенно по-другому все это делал. И, ну, думаю, что не проиграл, потому что я считаю, самое главное угодить Господу. Это самое важное. Есть люди, вот, когда мы слышим Слово Божье, вот послушайте, я вам расскажу, я, ну, я не такой проповедник, не специалист, который по пунктикам, может, у вас есть хорошие наверняка проповедники. Вот мне дали немножко время, я вам свое сердце выскажу. Вот когда человек приходит на собрание, вот все сразу происходит, как в притче у Иисуса Христа. и есть посеянные при дороге. Я вдруг понял, что такое, если в церкви посеянные при дороге, кто-то здесь проповедует, а люди сидят, и у них, они дорогой идут, у них есть дорога. Они уже себе где-то определили, что они всегда все правильно понимают, их с этой дороги не сдвинешь, ничего в них не поменяется. Ты можешь говорить им все, что угодно, и читать любые тексты Писания, они знают эту дорогу, и они будут только слушать то, что им нравится, или что их утешает, или утверждают в том, что они правы. Вот это при дороге. Есть, конечно, другие люди, которые, ну это тоже хорошее для меня, я думаю, что мне, по крайней мере, очень приятно, когда я чувствую необходимо, я думаю, что это нормально, когда ты недоволен своей духовной жизнью. Как вы считаете, братья и сестры? Когда нужно что-то менять, ты видишь, что надо что-то менять, плохо, когда не видишь, и вот ты пришел, и хочешь услышать слово, чтобы каким-то образом твоя духовная жизнь улучшилась, выросла, чтобы ты перешел на новую ступеньку, чтобы Христос занял тебе больше места. Но интересно, что, а если не на каменистых? Вот она на каменистых, капает вот это слово. И вы знаете, да, мы иногда говорим, да, мы хотим поменяться, аллилуйя, Господь, мы очень даже искренне молимся, но когда мы сталкиваемся потом с такой практикой, что нужно, оказывается, практически, услышав это слово, нужно его исполнить, а для того, чтобы исполнить, оказывается, надо применить усилия, иногда достаточно серьезные. Сверхсил Бог испытания не дает, но часто, чтобы победить что-то, превозмочь что-то, нужно положить, это же слово нас убеждает, что часто надо положить все свои силы, не половины, не 90%, а все свои силы, что сверх, то Бог уберет, но все силы, и тут оказывается, что намерение что-то в себе менять, оно не очень серьезное у верующих, не очень серьезно, мы же столкнувшись, надо пост брать суток на 20, надо молиться каждый день по часу, надо куда-то поехать, что-то делать, нет, то есть, человек вот немножко из своих этих цепей чуть-чуть дернется, оказывается, трудно, и Царство Божие усилием не берется, вот, есть люди, которые вот, мы иногда сами не бодрствуем, я лично вот замечал в себе, ты хочешь что-то сделать, хочешь применить, ты чего-то получил, ты хочешь это воплотить в жизнь, ты хочешь, чтобы это слово состоялось, и знаете, мы не бодрствуем, и вот я за себя говорю, не замечаешь, что ведь суета или какие-то другие вещи в твою жизнь обязательно будут приходить, сатана будет обязательно их как бы посылать тебе, у тебя будут какие-то обстоятельства, чтобы ты потерял силу, чтобы ты как-то уклонился, чтобы твой взгляд, он ушел в другую сторону, и чтобы эти тернии заглушили то, что ты услышал, остановили твое намерение, чтобы все равно это слово не принесло тебе плод, есть и такое, правда? Но есть, когда люди и хотят измениться, и слово слышат, и потом все-таки со скрипом, с Божьей, конечно, помощью, молясь Богу, Господи, кто избавит меня от всего тела смерти, помоги, Господь, все-таки шаг за шагом двигаются, и тогда это слово приносит плод 30, 60 и 100, красава Иисусу Христу. Аминь. Так вот, я хочу сказать о втором переживании. Я в октябре месяце, потому что у меня каждый месяц куда-то едем, и вот там было, такие, мы были в Сибири, мы были в Омске, в Омской области и в Тюменской области. Это было, наверное, около 40 служений. И вот с чем я столкнулся. Я хочу вот это основное вам рассказать, вот с этого начать. Я с одним братом там ездил, ну, у нас все хорошо там прошло, все служения, движения. Интересная вещь, что чудеса, которые дает, конечно, Бог, исцеление, не всегда приносят людям веру. Наоборот, иногда чудо, вот я в репцентрах, вот прозревала женщина, совершенно слепая, 36 лет, ее вот забрали там с какого-то вокзала, она уже давно, она бездомная, там страшно, она зависимая. И вот когда у нее глаз начал видеть, почему-то вместо того, чтобы дальше идти за Богом, она так обрадовалась, что сбежала из центра и пошла дальше грешить. Понимаете, вот такие вещи происходят. И директора репцентров, мы общались там, в общем, удивительно, это область, только в одном братстве, 30, по-моему, шесть революционных центров, только одного братства, всего христианских революционных центров в Омской области разных конфессий 94 или 95. А всего разных, разных вот этих тоже революционных центров около 300. Настолько большая проблема и настолько есть нужда в этом. Так вот, служители говорят, чудо исцеления от серьезнейшей болезни. Он говорит, я ни разу не видел, чтобы оно повлияло положительно на веру. Ни разу не видел, говорит. Любое исцеление почему-то человека толкает, чтобы он дальше грешил. Я не знаю, говорит, почему это. Хотя чудеса совершаются, но я хочу поговорить о другом. Вот этот Паша, он сказал, Саша, у нас есть у меня в Вайбере, знаете, сейчас все уже продвинутые, Вайбер, группы. И вот у нас есть Вайбер, такая называется, это епархия. И вот там около 70 фамилий, 70 телефонов, людей, которых я хорошо знаю. И все эти люди, однажды обратил внимание, что все эти люди покаялись 10 лет и больше назад. То есть, те, которые служат, вот дьякон, вот он миссионер, вот он революционный центр ведет и так далее. 10 лет и больше. За последние 10 лет почему-то количество служителей не прибавляется. Количество служителей не прибавляется. Люди при этом приходят в церковь. Мы даем много крещения. Церкви растут, революционные центры растут. Я задумался, почему вот именно служащие? Говорит, я помню, когда сколько-то там лет назад, в 2000, по-моему, в пятом или четвертом году, говорит, у нас открылся библейский институт, на первом потоке было 250 человек. Забиты были все аудитории. Люди желали, во-первых, получить духовное образование, пойти на какое-то служение, посвятить свое сердце, свое время, свои годы какому-то духовному труду. А теперь все меньше и меньше и меньше. Даже на первый год или два не можем нас крести со всей области 30 человек. Я начал интересоваться, он говорит, и я просто сделал такой опрос в разных местах. В основном там, конечно, реабилитация, конечно, мужчины идут в церковь и приходят, становятся членами церкви. Это и с бывших, это и наркоманы, и алкоголики, и с улицы бомжи и так далее. И он говорит, и вот я спрашиваю у человека, который вот-вот заканчивает реабилитацию. Бог совершил в его жизни много чудес. Я спрашиваю, просто так спросил. Слушай, вот заканчивается, вот куда ты, что ты, какие у тебя цели, какие планы. И кем ты хочешь стать? И этот брат, в общем, знаете, среди наркоманов есть и достаточно разумные и высшие образования, чего-то только там нет. Есть очень талантливые люди. И этот, говорит, очень такой интересный парень, и он говорит, я хочу стать, как наш пастор. Я, говорит, уже обрадовался. А он говорит, ну, как наш пастор, чтобы у меня была машина, как у нашего пастора. Чтобы у него был дом, как у нашего пастора, двухэтажный. Чтобы у нас, вот я, наш пастор заведет 10-15 человек, 20 в кафе, и вот закажут все, и наш пастор расстает, и легко. Я тоже так хочу за всех рассчитываться, чтобы у меня были такие возможности, чтобы я был такой деловой. Я, говорит, присел прям, думаю, ого. И я начал анализировать. Когда начиналась наша церковь, 23 или 24 года, уже первой этой церкви, с которой все началось. Я помню, вот я в это время покаялся, и у нас ничего не было. Ни молитвенного дома, ни машины, ничего не было. Мы все вот с самых низов, мы подымались, мы проповедовали, Бог нас коснулся, мы вот как-то не заботились, что у нас, во что одеты, что кушаем, есть на чем ездить, нету. И вот это у нас, это почему-то поддержало огонь. Вот это. И прошло какое-то время, и начали мы обращать внимание. У нас все начали вещи устроены. У нас появился и молитвенный дом, и там миссионерский отдел, и те вещи, и хоры, и молодежная, и детская, и все-все. И я заметил, что все-все служители, которых я знаю, они начали обращать внимание. И каждый нашел какие-то возможности восполнять свои нужды. У кого-то появился бизнес, у кого-то какие-то спонсоры и так далее. И знаешь, у нас все в этой епархии ездят на достойных машинах, он говорит. Но интересно, что люди, которым мы дальше служим, они замечают не те труды, которые мы когда-то ложили, они замечают наши дела, наши поступки, они говорят о чем-то другом, и, к сожалению, это влияет отрицательно. Наши хорошие машины, наши благословения, которые мы считаем от Бога, наши достижения, комфортные, причем жизни, и мы в Испанию поехали, можем отдохнуть, поехать, и туда, и в Крым. И вот это вот, это почему-то начинает влиять отрицательно. И я хочу сказать, что я прочитаю местописание 2 Коринфянам, 3 глава, 2 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы наше письмо». Когда я его слушал, я начал обращать внимание на свою жизнь. Вы знаете, есть, бывает, вещи, это на уровне церкви, а есть на уровне личном, на уровне личном, на уровне... Вот я обратил, у меня 5 детей, у меня старшему ребенку, скоро 22 года. Он у меня... Он ходит в церковь, в общем-то. Он мне не курит, не пьет, он у меня спортсмен, и так далее, и так далее. Но я обнаружил, что он почему-то не хочет двигаться в служении. Я ему об этом говорю. Говорю, самое главное, за что мы будем нести, ну, во-первых, на ответственность, если Бог к чему-то нас призывает. А во-вторых, за что мы награду-то на небесах получим? Будет иметь значение, в которой в машине я ездил, или в каком доме я жил? Какое это будет иметь значение, когда предстанут перед Богом? Да никакого. Но есть вещи, которые будут иметь значение. За что Бог наградит, похвалит, или будет порицать? Вообще за что? Надо как-то увидеть эту жизнь, ее смысл, с точки зрения Божьей, а не вот того, что мы видим. Знаете, свобода, которая есть, когда в гонениях, когда нету никаких перспектив, когда если верующие, это клеймо на всю жизнь, и никогда даже дети не мечтают о высшем образовании, никаком бизнесе и так далее, вы знаете, оказывается, что от этого больше пользы духовной. А когда свобода, когда у верующих людей появляется возможность приобрести земное счастье, и очень часто вообще успех в жизни у верующего человека становится очень похожим на понятие успеха в жизни этого мира, это уничтожает духовность людей. Вот этот мой парень, я вспомнил просто. Я хочу сказать, братья и сестры, я открываю свое сердце вам. Знаете что? Хочешь узнать, хотим ли мы узнать, что действительно не на словах, а на деле, поистине написано в твоем сердце. Хочешь? Что действительно там есть? Что Бог видит, может, ты не видишь? Посмотри на мировоззрение тех людей, которым ты служишь. На их ценности, на их понятия, и в первую очередь на понятия, ценности, мировоззрение тех близких людей, в первую очередь своих детей. И посмотри, к чему они стремятся. И поверь и прими, что это в твоем сердце, это ты написал в их сердце. Это ты написал. Ни словами, ни проповедями. Если они раздражаются, если они способны слушаться, это ты написал. Это ты не умеешь смиряться. Если у них есть какие-то желания, для них важно образование и земные достижения, более чем духовные, послушайте, это правда, это я написал. Я вспомнил со своим малым, когда он возрастал, когда он возрастал, знаете, семь, восемь, десять лет. Сначала, правда, мы с женой служили, у нас ничего не было, никаких, никаких, и сейчас особо ничего. Но я помню, когда я приехал, 2004 год, я попал в Германию, и я что-то оттуда привез. Я с такой радостью, знаете, не было ничего, а тут вот конфетки, вот кроссовочки тебе, вот какие-то, там, не знаю, байку, курточка, спортивный костюм. И я помню, какое-то время, я так радовался, от этих, и вот именно это как-то посеялось в этом моего старшего. Потом, уже моя супруга что-то начала говорить, послушай, давай, не открывай никаких чемоданов, не показывай детям, послушай, давай расскажи, расскажи, поговорим, что Бог сделал в твоем служении, давай какие-то духовные вещи поставим на первое место. и я на самом деле сейчас доволен духовностью следующих детей, но в этом сердце я, я насадил нечто, написал. Ему сейчас 22 года, я повторяю, не курит, не пьет, он ходит в церковь, он старается работать на двух-трех работах, он купил себе недорогую, но машину, он уже гараж себе купил, он обеспечен надеждой, сам себя обеспечивает. Знаете, а желание служить, желание положить вот себя на алтарь духовного служения, его я не могу никак достучаться. И знаете, что мне, вот в этот момент, когда я все это слышал, сопоставлял, мне надо было посмотреть правде в глаза, как и многим из нас, и сказать, это моя вина, это написано было в моем сердце, и то, как он думает, это мое письмо, мой сын, мое письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. И это наша грубость, читается там, и наше своеволие читается, и наше, извините, сектанство определенного рода, когда мы закрыты, не понимаем, иногда похожи на людей, которые не способны говорить просто простым языком, знаете, с этим миром нужно говорить, простым языком, доступным, уметь разговаривать с людьми, уметь показать, что ты не, ну, что ты все понимаешь, что ты эрудированный, что ты знаешь и поэзию, ты знаешь историю, ты умеешь с людьми беседовать, ты знаешь, какими словами говорить с ними, а не так, как один подошел, говорит, я тут зашел в церковь, а мне говорили, там молятся за помазанных мужей веры, это кто, что это вера, сколько у него мужей, чем они помазаны, такой есть, знаете, в церкви, жаргон христианский, настоящий жаргон, который не понимает этот мир, мы говорим, работа Духа Святого, вы взяли уже на работу его, мы многие вещи, привыкли, а это для мира недоступно, мы уже ограничили себя совершенно, так вот здесь написано, вы письмо наше, и я хочу сказать, когда я приехал в Белоруссию, вот эту тему, я еще ее не досказываю пока, я дальше буду говорить, но я начал об этом говорить, что следующее поколение, следующее поколение христиан, почему-то наши дети, может быть даже внуки, почему-то другим вещами хотят заполнить свою жизнь, в наших вот, я помню, как я в церкви у себя говорил, и подошла одна, очень, кстати, образованная девушка, у нее, она прекрасно все олимпиады, первое место, английский язык, математика, русский, она вообще великолепно учится, и она была возмущена, после моей проповеди, подошла и задала вопрос, она дочка дьякона, скажите, а что, у христианина не может быть другого, другого, другой, другого смысла, или как там, другого поприща, чем только вот какое-то служение в церкви, может, кто-то должен быть врачом, инженером и так далее, и так далее, я говорю, прекрасно, когда мы инженеры, замечательно, когда мы врачи, но если мы понимаем, что это только средство для достижения главной цели нашего призвания, своего места в теле Христовом, где мы должны идти и приносить плод, если мы это понимаем, что это на втором месте, а не на первом, и знаем, что должно быть на первом месте, и как стремиться, чтобы главное, духовное призвание состоялось в моей жизни в первую очередь, а во вторую образование, достижение этого мира. А люди задают вопросы, и молодежь видит нечто в нас, видит нечто в тех людях, которых они считают учителями, которых они считают старшими, которых они считают своими, может быть, дядями и тетями, и что-то эта молодежь видит, и дьявол покажет. Знаете, какая печальная, такая сторонка, не очень приятная христианина, что ему надо вести себя так, чтобы даже не дать повода ищущим повода, даже если кто-то ходит вокруг, сатана ходит вокруг тебя, и он хочет найти что-то у тебя, чтобы обратить внимание этого мира, обратить внимание твоих близких, чтобы они не пришли к Богу найти в твоей жизни что-то соблазняющее, и он не должен найти, и ни один человек не должен найти, и это наша задача, и к этому надо, надо стремиться, не дать повода, а значит, в нашей жизни должно быть культивировано, просто видно, изо всех сил стараться, чтобы это было видно, видно, в моей одежде, да, в том, как я трачу финансы, да, то, как я провожу время, о чем я говорю на кухне, в этом должно быть видно, что мое сокровище на небесах, это должно быть видно, правда, по тому, какая у меня машина, должно быть видно, где мое сокровище, должно быть так видно, или нет, глядя на мой дом, должно быть видно, где мое сокровище, глядя на какую одежду я ношу, должно быть видно, должно быть видно, где мое сокровище, в моих разговорах, в поведении, уступаю я, умею ли я слушаться, хотя бы простую вещь, и вот я не совсем, даже замечают люди, замечают, знаете, насколько наши дети будут нас слушать, насколько мы умеем слушать старших в церкви, а? тяжело принять, как тяжело это принять, правда? Насколько мы хотя бы можем слушать своего отца старшего, настолько мои дети будут слушать, его внуки меня будут слушать, насколько жена слушается мужа, настолько дети будут слушаться ее, правда или нет? Трудно согласиться, а ведь так оно и есть, это пишется, это все, наши дела гораздо громче говорят, чем наши проповеди слова, так вот я дальше хочу вам сказать, я читаю в Писании, и мне Бог очень четко это показал, прошло, братья и сестры, время, просто оно прошло, и надо его отпустить, это время, когда мы имели право сказать, не смотри на людей, смотри на Христа, знаете, это такое, привычную нам формулу, не смотри на людей, некоторые говорят, не смотри на меня, смотри на Христа, это время прошло, церковь должна вернуть себе ответственность, мы должны вернуть себе ответственность, и вот эти слова, которые говорит апостол Павел, Филиппийцам 3 глава 17 стих, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 4 глава 9 стих, «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели, то исполняйте, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вы знаете, никогда этот мир, и никогда наши близкие, особенно новобращенные люди, которые мы слушаем, они нигде не могут увидеть Христа, если не увидят этого Христа в нас. Это неправда, что неутвержденный человек может смотреть на Христа, на Христа, может смотреть только человек, уже утвержденный в Боге, он уже прошел какой-то путь, вот он способен взирать на Христа, а люди вот в таком состоянии, которое можно, когда двух лет эти дети были избиты, это не случайная цифра, два года первые, это эти новобращенные люди, и даже наши дети, они ни в коем случае в другом месте Христа не увидят, и наша ответственность, чтобы Христа увидели в нас, иначе они этого Христа не узнают. Вот если ты обманул, значит, Христос обманщик. Я вас уверяю, что это влияет, когда ты приходишь проповедовать тюрьму, никто не смотрит, знаете, вот как-то на какого-то невидимого Христа, все оценивают тебя, твою церковь, твое учение, оценивают по твоим поступкам и твоим словам. Если пастор пообещал и не сдержал слова, не будет ни одного зэка в его церкви, потому что зэки привыкли, сказал слово, должен исполнить. Правильно? Правильно. И эти все вещи, они в нас, а мы должны сказать, значит, мы понимаем, что нам обязательно будут подражать, хотим мы или не хотим. Люди, которые на нас смотрят, которые мы, мы же себя поставили, я себя поставил, в своей семье, в своих родственников, я поставил себя, что же я учитель, я знаю Евангелие, я хочу это Евангелие преподавать. Если ты поставил себя учителем, значит, у тебя ответственность, они будут тебе подражать. И если ты не подражаешь Христу, ничего с этого никакого вдруг не выйдет, и начинается ответственность. И интересные есть вещи, когда Писание говорит, что мы открыты, вот Павел говорит, мы открыты всякому человеку, чтобы всякий человек мог судить своей совестью нас, и надо позволить. Вот люди говорят, а мне все равно, что обо мне говорят люди. Неправда. Даже для того, чтобы на самом деле называться служителем, нужно иметь доброе свидетельство от внешних, от грешников. Надо иметь доброе свидетельство. Правильно? Тем более надо иметь доброе свидетельство от людей, которые ты в церкви с кем. Правда? Доброе свидетельство. Как приятно, когда человек в церкви имеет доброе свидетельство от служителя, от ближнего, от братьев и сестер. Доброе свидетельство. Это потому что мы тут живем годами друг с другом. Но я хочу еще интересную вещь сказать. Церкви пора взять ответственность и сказать, во мне, в моей жизни, должны быть пункты, которые подтверждают, что мы сокровища на небе, что я правда верующий человек, что я подражаю Христу, что я не только читаю Библию, не только проповедую, а я эту Библию исполняю, в первую очередь, в своем сердце, в своей жизни. Но есть еще один момент. Этот Павел, вот так вот получилось, этот Павел, он старший порыбцентром в Омской области. И он говорит, нам приехали представители христианского аналитического центра из Европы. И они показали, вот на большом собрании, показали три фотографии. На первой было казино, на второй какой-то ресторан, на третьей фотографии был спортивный клуб. И они задали вопрос, как вы думаете, что объединяет эти три фотографии? Мы, говорит, все молчим, пожимаем плечами. А он говорит, этот представитель, это все бывшие евангельские церкви, в которых было пробуждение, в которых были тысячи и больше людей. И сейчас эти церкви опустили, они проданы, там клуб, там казино, там ресторан. И мы, говорит, вычислили, мы потребили время, во многим-многим вот их, как бы сказать, примером, мы вычислили алгоритм зарождения церкви, развития церкви, и смерти по местной церкви. Смерти церкви. Первые 15-20 лет церковь развивается, люди в напряге, дорожат друг другом, мало членов, каждая душа важна, и мы все за собой смотрим, и так далее, и так далее. И приходит время, когда и молитвенный дом есть, и все служения устроены, и так далее, все устроено. И вот тут люди обращают внимание на другое, они успокаиваются, наступает так называемая стабильность, все хорошо, все течет, все развивается. И люди в этот момент снимают какой-то себя, вот этот крест, они снимают, и начинают смотреть, и на земное, немножко расслабиться. И, знаете, это состояние, они говорят, это состояние может двигаться и еще 20 лет. Но если вы попали в это состояние спокойствия, ревность куда-то ушла, если вы попали в это состояние стабильности, ваша церковь обязательно умрет, и обязательно закроется, и будет продана. Потому что это сотни подтверждений. Мы изучили этот вопрос. Я приехал в Белоруссию, и начал говорить об этом. У меня наш пастор, он епископ, он говорит, недавно был епископский совет Белоруссии. И он сказал, у нас стоит очень серьезный вопрос. Еще 5-7 лет, и все пастора нашего братства будут пенсионерами. Все пастора будут пенсионерами. И особо заменять их неким, нечем, нету серьезных молодых, нечем, некому дальше двигаться. У нас проблема в братстве. И я вам хочу сказать, вот я сейчас оглянулся, эта проблема повсеместна, в первую очередь, в тех странах, где нету гонений. Где нету гонений. Церкви закрываются. Потому что другой какой-то пример, что-то происходит, следующее поколение, или после него, это не, люди не собираются, нету мотивов, какой-то пример они не увидели, что-то не посеяное, что-то не взросло, или наоборот, посеяное взросло, другое, и люди не собираются ложить свою жизнь на алтарь духовного служения. Они к этому не стремятся, это не является для них целью жизни. И в конце концов, церковь пустеет. Знаете, я беспокоился за свою церковь, я не знаю, как вы. Я беспокоюсь за свою церковь. Христос может, вдруг он не придет в ближайшие 20 лет. Я не хочу, чтобы следующее в списке вот таких фотографий, где будет ресторан или что-то еще, чтобы в этой списке фотографий была моя церковь, где я сейчас член. А это очень может быть. Очень может быть. И сегодня за церковь, за христианство надо молиться. Надо на самом деле увидеть эту проблему, ее признать, иметь какие-то пути, и желать приложить усилия, чтобы это было исправлено, чтобы церковь не замерзла. Знаете, Вселенская Церковь не умрет, но даже в церкви, которая есть в Писании, в Откровении, эти светильники были сдвинуты. История говорит, что они были, они опустили. И нету там церквей. А я хочу, чтобы церковь христианская, моя церковь, где я служу, где я дорожу братьями и сестрами, то место, место, где Бог меня взрастил, я хочу, чтобы она жила дальше, до самого пришествия Иисуса Христа. Аминь! Я хочу, чтобы мы любили свою церковь. Я хочу, чтобы мы служили в своей церкви. Я хочу, чтобы все в нашем сердце говорило о том, Господь и меня вместе с тем местом, где ты меня насадил. Потому что церковь, это не клуб, который можно менять, где хочешь. Это Бог решает, где тебя насадить, где ты должен будешь служить, и где, в каком месте ты можешь принести плод. Ты не можешь его принести, где ты хочешь, а где только определил тебя Господь. И это очень важно, потому что исполнение воли Божьей нас очень важно. Это связано с нашим спасением. Ибо не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство, но исполняющий волю Отца моего небесного, а исполнение воли Божьей неразрывно связано с исполнением моего призвания в теле Иисуса Христа, где именно Бог положил меня насадить, и где Он хочет меня видеть, и где Он хочет меня благословить, чтобы я исполнил Его дело. Аминь. Вот я вам такой привет передаю. Я хочу с вами вместе молиться. И за нашу молодежь, и за следующее поколение, и за нашу церковь, и за наши семьи, и за самих себя в первую очередь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.